Дагестан занимает одно из последних мест по развитию массового спорта среди регионов страны. Об этом сегодня говорил Рамазан Абдулатипов на заседании Совета по физической культуре и спорту. Ситуация критическая, и это при том, что в Дагестане очень много выдающихся спортсменов, отметил глава. Не все могут достигнуть высочайших результатов, понимаете? Для этого нужно иметь и волю, для этого нужно иметь внутреннюю дисциплину, для этого надо, чтобы оказался рядом с лучшим тренером и так далее. А массовый спорт, это спорт, который доступен всем. Вот я даже, ну когда мы были молодые, многие из нас старшего поколения, на пляже в свободное место для того, чтобы играть там в волейбол, не бывало. Понимаете? Пять, шесть, десять команд ждали своей очереди. Когда проиграют, одни выйдут и так далее. Вот даже когда бываешь в санаторе и прочее, раньше начинали несколько команд, сейчас один-два человека на площадку выходим. Это общая тенденция такая. И нам нельзя поддаваться этому. Поэтому особое внимание обращаю на школу, на молодежь. В школах должны быть специальные игры, школьные олимпийские игры, школьные фестивали, школьные спартакеады. Эти ребята должны ездить на соревнованиях друг к другу. Все начинается за школой. Численность занимающихся физической культурой и спортом сегодня в республике составляет всего чуть более 13% от общего количества населения. В пример другим привели такие районы, как Гунибский, Левашинский, Ботлихский и Махачкалу, где вопросам массового спорта уделяется большое внимание. Много говорили и об эффективности работы спортивных школ. Как отметили выступающие, сегодня из 167 спортивных школ реально работает только половина. Глава республики поручил провести в этом деле тщательную проверку.